всем рукодельницам огромный привет вы на канале олина нитка меня зовут оля и я рада представить вам вторую часть мастер-класса по вязанию тапочек из трикотажной пряжи сегодня я хочу рассказать вам как вязать вот такие перемычки крест-накрест и еще два вида перемычек которые можно связать для таких тапочек ну что ж начнем ну что ж подошвы у нас провязаны и пора приступать к вязанию перемычек я покажу несколько разных вариантов на примере другой пряжи а вы свяжете именно те которые нравятся вам или придумайте свои и так я буду показывать на вот такой серенькой пряжи вот у меня тут остатки как раз хватит определяем длину с нашего свода стопы переводим в петли или можно сделать еще проще набираем цепочку из воздушных петель и прикладываем к своду стопы так мы поймем достаточно нам этого количества или нет прикладываем точно также наискосок до вставляем вот так вот ножку прикладываем наискосок цепочку нашу связанную и вот так будет понятно подходит нам такое количество набранных петель или нет если же вы вяжете например на заказ или на подарок в этом случае необходимо попросить клиента измерить свод стопы длину также вот наискосок да как будет пришиваться перемычка либо если вы будете вязать прямую перемычку то тогда по прямой измерить перевести в петли до заранее высчитываем плотность вязания об этом у меня есть на канале первое видео где я рассказываю как высчитывать плотность вязания и приступаем нам необходимо будет связать две детали они у меня уже есть наличие связанные точнее не в наличии связанные вот у нас первая деталька со скосом с одной стороны вот с левой в данном случае не вторая деталька точно такая же только со скосом с правой стороны пришиваться они будут вот так и скосы у нас получается вот с той стороны которая ближе к пяточки и так я набрала необходимое количество петель у меня это образец поэтому я здесь даже не называю сколько петель я набрала и еще одну петлю воздушную для подъема вяжем обычные столбики без накида начиная со второй петли вот от крючка у нас петля на крючке вот первая петля вот она до 1 петля от крючка вот вторая петля вот во вторую петлю мы вставляем крючок и вяжем столбики без накида до конца ряда провязываем необходимое количество столбиков без накида но я отключаться не буду потому что у меня здесь небольшое количество столбиков без накида я буду параллельно вам рассказывать что можно выбрать всевозможные узоры и вот эти перемычки вязать каким-нибудь красивым узором там с шишечками допустим или какой-нибудь ажурный узор несложный подобрать который состоит высоту например там два рапорта да будет подходящий так все я дошла до конца ряда провязываю воздушную петлю подъема поворачиваю вязание у меня будут на этой детали убавки вот здесь вот с левой стороны да если мы по лицевой стороне вот на лицевую сторону поверну у меня будут убавки по лицевой стороне то есть они будут вот сюда пойдут слева да вот поэтому для того чтобы сделать убавку я провяжу не во вторую петлю вот так бы я вообще связала во вторую петлю а провяжу вот сюда в третью петлю столбик без накида если вы вяжете каким-то узором то посмотрите значит по узору как можно сократить например также провязать какой-то другой петли но тогда уже смотрите как на вам нужно уменьшить петли узора чтобы красиво смотрелось так когда я дохожу до конца ряда здесь я уже провязываю полностью все петельки никаких убавок с этой стороны я не делаю вот так последняя петелька так все провязала воздушная петля подъема поворачиваю вязание вяжу во вторую петлю то здесь мы никаких убавок не делаем провязываем это у нас третий ряд всего четыре ряда у нас получится вот сейчас в конце ряда мне необходимо будет сделать убавку так почти я провяжу сюда петлю последнюю петельку я вот тут провязываю вот она у меня неудобно получается так захватить ее все ею подхватила провязываю воздушная петля подъема разворачиваюсь и вяжу последний ряд во вторую не во вторую петлю а в третью да потому что здесь мы делаем убавку все таким образом я вывязала небольшой скос и здесь завязываю все у меня последняя петля вот она вот получилась деталька со скосом для того чтобы провязать вторую точно такую же деталь только скос с другой стороны этого вот так вот мы сейчас ее лицевую положим почему важно именно с другой стороны скос провязать ну потому что когда мы будем пришивать эти детальки смотрите у нас с одной стороны видите вот такая вот косичка идет по краю а с другой стороны как бы полу косичка и если мы хотим чтобы из той с другой стороны было одинаково то необходимо сделать скос с другой стороны если вам не принципиально то вы можете связать абсолютно одинаковые две вот такие детали одну перевернуть то есть вот так вот как бы на изнаночную сторону да а другую сторону пришить по лицевой стороне но я все же за тот вариант чтобы вырезать вторую деталь с убавками вот с этой стороны как мы делаем убавки с правой стороны давайте разберем этот вариант сейчас я распущу эту детальку потому что она мне не нужно и так набираем также цепочку из необходимо количество петель я даже не считаю произвольное количество набираю просто чтобы вам показать выпускают вот тогда 1 воздушная петля подъема во вторую петельку провязываю первую первый столбик без накида и вяжу так столбиками до конца так еще немного мне остается и вот помните мы предыдущую деталь вязали вот до конца пена довязывали полностью да не делая никаких убавок а уже начиная со второго ряда мы сдвигались на одну петельку вперед здесь мы этого делать не будем то есть мы довязываем до конца воздушная петля подъема поворачиваем вязание вяжем отсюда во вторую петлю никаких убавок мы здесь не делаем а вот в конце ряда мы с вами сделаем у бабочку так я провязываю вот сюда предпоследнюю петлю а последнюю петлю я не провязываю воздушная петля подъема разворачиваюсь и вяжу во вторую петлю вот так вяжу этот ряд до конца в конце ряда я никаких убавок не делаю потому что скос необходим не только с одной стороны так все и остался завершающий ряд последний воздушная петля подъема поворачиваю вязание во вторую петельку вяжу столбик без накида провязываю четвертый последний ряд завершающий в предпоследнюю петлю провязала останавливаясь и на этом заканчиваю то есть просто вот вытащу вот так вот потом точнее вот так даже воздушную петлю не буду вязать просто вытащу ниточку и на этом работа завершена так я переверну потому что это детали мне вот лицевая сторона этой детали вот она здесь когда мы пришьем у нас будет вот эта лицевая сторона на вот этой вот так она будет пришита вот это сюда ближе к носку прямая часть а часть со скосом вот это она ближе получается к пяточки пойдет у меня готовы детали и вот так я буду пришивать я отметила уже маркерами вот те места куда я буду пришивать эти свои перемычки это дело предпочтение смотрите кому-то больше нравится когда вот например на посерединке да кому-то больше нравится когда вот ближе к носочку расположены перемычки поэтому смотрите по вашему удобству и так обращаю ваше внимание на то что нам при пришивании вот этих вот перемычек подошвам важно сохранить вот это вот косичку не нарушать ее чтобы было красиво видите так поэтому значит я ввожу давайте уберу маркер я ввожу вот так вот крючок под косичку вот сюда под косичку которая вот в последнем ряду образовалась декоративном и вот еще одно да то есть под две дужки косички последнего ряда и предыдущего ряда вела протягиваю ниточку которую я оставила у детали я не стала ее убирать здесь тоже важный момент да довязали ниточку оставляем небольшое количество чтобы хватило для того чтобы ее пришить у меня здесь ниточка достаточно длинная потому что у меня уже моток прям закончился вот впритык не хватило на мой размер 35 36 на тапочки мне хватило 1 мотка так дальше смотрите я захожу вот сюда из-под низу завожу так дальше вот сюда я захожу и протягиваю ниточку вот так захватываю следующую то есть мне нужно сейчас смотрите вот следующая ниточка у меня вот она до крайняя значит я ввожу сюда крючок в эту крайнюю петельку захватываю нить вот так вот захватила дальше следующую ниточку ввожу крючок вот здесь же на перемычки в следующую петельку вытаскиваю нить завожу крючок следующую петлю вот по две дужки вот так вот протягиваю протянула снова вот отсюда под две дужки захожу забираю ниточку вот так вытягиваю на изнаночную сторону нахожу здесь следующую петельку на перемычки вот она у меня на перемычки вообще в принципе не важно какие петельки вы захватываете главное чтобы максимальное количество петелек на чтобы у нас ничего там нигде не распустилась поворачиваю и опять вот с этой стороны я захожу вот уже в следующую вот сюда вот так вытаскиваю ниточку вот так так вот следующие две дужки косички завожу крючок вытаскиваю нить захватываю следующую петельку на перемычки затем с другой стороны и и подхватываю протягиваю от следующие две дужки косички вот так снова сюда вот с этой стороны теперь захожу вот в предыдущую косичку предыдущего ряда и последнего ряда так это у меня получается уже последняя петелька дальше вот сюда и вот в эту петельку крайнюю я захожу затягиваю ниточку убираю маркер у меня уже не нужен вытаскиваю вот сюда наизнанку то есть у последний раз и получается вот захожу у петли косички и буду сейчас прятать ниточку ниточку прячем ну вот можно ее от петельки вот сюда завести до максимального спрятать ее чтобы она у нас ни в коем случае не распустилась потому что тапочки мы будем активно эксплуатировать мы будем их стирать скорее всего в машинке стиральной поэтому чтобы у нас ничего не растрепалась ниточки прячем так вот все этого принципе достаточно и смотрите дальше я ее спрячу вот вот туда внутрь подошвы вот так вот заберу эту ниточку так и вот ну вот здесь конечно тяжело им нужно усилия приложить так наверное отрежу все таки будет удобнее все вот так даже можно пока лучше обрезать натягиваем обрезаем и все и вот она у нас уже там спряталась подошве так с одной стороны я пришила вот так получилось аккуратно косичка наша не нарушена все красиво здесь можно еще когда будем финальное отпаривание изделия выполнять вот так вот еще поправили пальчиками прошлись паром отбили и все будет вот красиво идеально вот так вот пришита нигде даже не видно да как будто бы мы вот отсюда и начинали вывязывать и еще один вариант вязание перемычки вы можете вот прям отсюда сейчас покажу вам вот из этих петелек вот они идут по краю да вот из этих петелек или вот из этих петелек вывязывать прямо саму перемычку то есть вот рядами поворотными туда-сюда например вот отсюда начали до посмотрели там какой ширины вам нужно связали несколько столбиков без накида и пошли вязать вот так поперечно значит провязали и затем присоединяем вот таким вот способом как только что я вам показываю присоединяем все детали все перемычки две наши да с одной и с другой стороны пришиваем к нашим подошвину и у нас получаются замечательные тапочки можно их зарекарировать я декорировала вот таким цветочком из фоамирана я просто его приклеила при помощи силикона то есть клеевым пистолетом намазала и вот так вот посадила если есть такие тканые ткани вы это можно пришить это будет конечно лучше будет держаться лучше можно пришить бусины можно связать крючком цветок также у меня есть видео на моем канале про вязание круга где я рассказывала ошибки в вязании круга и заодно говорила что будет если вязать по кругу постоянно делая прибавки тогда у нас получится цветок вот в этом видео можете посмотреть как это сделать и вот по перемычки можно вот так вот эти цветы пришить будет тоже очень красиво с трикотажной пряжи они довольно оригинально смотрятся покажу также еще один вариант который мне понравился как можно связать перемычку ажурным узором я связала цепочку из 16 воздушных петель и одной петлей подъема сейчас провяжу один ряд столбиками без накида это будет вот такой установочный ряд можно его не вязать в общем как хотите ну я вот провяжу установочный ряд а затем покажу сам узор он довольно оригинальный и не из трикотажной пряжи будет смотреться тоже очень классно последняя петелька провязываю 3 воздушные петли подъема и дальше вяжем следующим образом делаем накид на крючок вводим крючок в петлю вытягиваем петельку далее снова делаем накид вводим крючок в петлю вытягиваем еще одну петельку делаем накид вводим петлю вытягиваем еще одну петельку то есть получается мы вытянули 3 петли с накидами затем провязали все эти три петли на крючке осталось две петли и провязали еще раз вот получилась вот такая шишечка это называется пышный столбик провязываем воздушную петлю одну петлю пропускаем следующую вяжем точно такой же пышный столбик будем делаем накид на крючок вводим крючок петлю вытащили одну петельку снова делаем накид вводим крючок в петлю вытягиваем еще одну петельку снова накид ввели в ту же самую петлю и вытянули еще одну петельку таким образом на образовалось 7 петель 1 у нас было на крючке и еще 6 которые мы вытянули с накидами провязываем 6 петель которые у нас на крючке за один раз затем подхватываем ниточку и провязываем 2 оставшиеся петли воздушная петля одну петлю пропустили следующую петлю вяжем точно такой же пышный столбик если вам кажется что столбики получаются через чур пышными то вы можете вытягивать не 3 петли с накидами а 2 тогда он получится менее объемный 2 и 3 провязали затем еще раз два приема мы провязываем пропустили ниточку пропустили точнее петельку вяжем так до конца ряда мне осталось провязать буквально 3 пышных столбика я провяжу вместе с вами и покажу что мы будем делать дальше пропустили петлю следующую провязываем пышный столбик воздушная петля не вот оставшаяся последняя давно сюда вяжем столбик с накидом обычный вот что у нас получилось вяжем одну воздушную петлю подъема и провязываем еще один ряд столбиками без накида так вот здесь у нас была воздушная петля вот тут аккуратнее с трикотажной пряжи будет конечно это все легче воздушную петлю мы также вяжем не под нее вводим крючок а прям саму петлю вот прям саму петельку вводим под две дужки саму петельку и провязываем таким образом до конца ряда вот таким узором также можно связать перемычку для тапочек можно провязать еще один ряд если вы хотите более широкую перемычку можно провязать еще один ряд и даже еще один ряд то есть всего в общей сложности три ряда смотрите как вам нравится больше но узор из трикотажной пряжи смотрится что с лицевой что с изнаночной стороны одинаково красиво и на тапочках будет выглядеть весьма оригинально на этом у меня все надеюсь мой мастер-класс был вам полезным желаю чтобы связанные вами тапочки были самыми удобными комфортными самыми красивыми спасибо вам за внимание и до новых встреч на моем канале